В конце 19 века Звенигородский уезд занимал лидирующие позиции в губернии по количеству пожаров. Тушением возгораний занимались полицейские. Всего 4 человека. Справиться с ситуацией своими силами они не могли. На помощь пришли добровольцы, жители сел и деревень. Начали местные жители объединяться и закупать оборудование на свои деньги пожарное. И уже в конце 19 века их профессионализм не уступал профессиональным пожарным. Пожарная дружина в Веземах появилась в конце 19 века. В нее входили 40 человек. Тогда же на карте села и окрестных деревень появились многочисленные пруды, которые использовались для тушения возгораний. Доклад Владимира Сизова «История добровольческого пожарного движения в Звенигородском уезде» открыл шестую конференцию «История и современность» всего же в программе главного краеведческого события года. Их семь. Это должно быть некое исследование, это должно быть некое новое слово. Оно может быть изначально, так сказать, с нуля произведено исследование. А может быть просто другой взгляд на уже известные события. Может быть необычный подход к исследованиям. Это все очень интересно. Исследование Марии Лобановой почти что детектив. О часовом промысле в Шарапове знают многие любители истории. Но то, что имя фабриканта Василия Платова связано еще и с Голицыно, краевед установила совсем недавно. Пришлось проделать кропотливую работу, сверить карты, изучить электронные источники информации, отправить запросы в архивы. Когда-то здесь делали известные на всю страну ходики. Напоминание об этом – заброшенные деревянные здания недалеко от железнодорожной станции. Именно здесь располагалась артель «Точные часы». Сейчас выявлены объекты культурного наследия под угрозой исчезновения. Сейчас там ничего нет вообще. То есть они стоят пустые. И в принципе в таком состоянии им угрожает просто время, вандалы, которые туда лазят, пожар, который может внезапно начаться от брошенной сигареты. На днях у здания, в котором когда-то располагалось часовое производство, появился собственник. И теперь краеведы еще больше опасаются за сохранность строения начала прошлого века. Пока его статус – выявленный объект культурного наследия временный в процессе сбора документов для того, чтобы он стал постоянным. Этот статус уже дает ему охранную грамоту о том, что его нельзя сносить и с ним ничего нельзя сделать. Но это временный статус. Для того, чтобы признать его полноценным объектом культурного наследия, нужно провести историческую экспертизу. И этим сейчас мы занимаемся. Собираем материалы и готовим документы в Министерство культуры. Впрочем, цель таких конференций – не только возродить краеведческое движение, но и сохранить и даже восстановить памятники, которые помогают нам не забывать свою историю. Надеемся, что вот эта конференция, она поможет и восстановить памятники истории культуры, и бережно к ним относиться. И тех, кто этого не понимает, заставить их, и заставить их уважать нашу историю. А история у нас великая. История Московско-Брестской железной дороги – исследование, посвященное жителям Немчиновки и деревянным постройкам дворцового комплекса Годунова. На выступление каждому докладчику отводилось не более 20 минут. Правда, еще столько же времени уходило на вопросы из зала. Такое живое общение – главный плюс краеведческой конференции. Обратная связь делает научное мероприятие по-настоящему живым.